у нас сними обзор любой продукции DL Audi и получи скидку 20% собственно что я и делаю сейчас качнем нормально покажем ой-ой-ой-ой ну и наш моноблок как раз в 1 Ом даст 900, ну в общем его номинал сейчас подключим блин какой он прям, я могу сказать сексуально, пацаны приколите такую вот тему дома у себя поставить обидеть, ветра дуй, пацаны вот оно пошло зацените 28 настройка ё-моё вы чё, пацаны подожди вы посмотрите футболка двигается где-то стойка, короче 14 вольт показать бред, уже 36 давит на уши сильно вот оно ой-ой-ой вот она пошла пацаны уху с кайфом у меня джинсы ходят он даже на ход толком не выходит мало ему мощности ему надо побольше теперь ему надо моник полтора килла где-то так, пацаны я всех приветствую на своём канале с вами, как всегда Сергей Резниченко сегодня у нас руки дошли до Lada Vesta вы по названию поняли сегодня мы будем заниматься ну, такими интересными вещами в общем, короче качнём решили попробовать как вы знаете автозвук это болезнь в общем вот она наша Lada Vesta машина отца да вот у нас установлен вот такой вот сабвуфер Dynamic State он стоил у нас по-моему 6500 рублей у нас ни в коем случае не будет ни сравнения ничего такого просто мы потихоньку растём так скажем вот это у нас 12 размер номинал у него по-моему 500 ватт вот моноблок у нас 1.900 Dynamic State вот на его замену решили приобрести вот DL называется Phoenix Black Bass 12 очень нас заинтересовал много было таких положительных отзывов 700 у него ватт RMS ну и в целом он такой поинтереснее в общем я уже не сдержался достал этот кепочку так что извиняйте мы ну мы проверяли уже всё когда нам с деком доставили всё на месте открыл посмотрел в общем сейчас я его на землю этот поставлю и будем делать распаковочку и так ну вы уже можете понять то что у нас идёт кепочка стоимость данного сабвуфера составляет цена хорошая была я заказал вот буквально месяц он уже лежит думаю надо вам показать пацаны полностью и с установкой совсем в общем чем он нас ещё заинтересовал то что если вдруг что-то с ним произойдёт то есть у них подменный фонд то есть находите официального дилера и приносите свой старый и вам с 50% доплачиваете получаете новый вот это моя с дек не будем вам показывать вот у нас идёт фирменный такой аромик ароматизатор у нас сними обзор любой продукции DL аудио и получи скидку 20% собственно собственно что я и делаю фирменная наклеечка у нас идёт DL аудио ну и собственно вот он наш сап сейчас его достанем а то мне неудобно одной рукой упакован очень хорошо прям вообще не пожалели я смотрю упаковка мощная пенопласта не пожалели вот так он выглядит сейчас мы его отсоединим короче пахан в теме сейчас качнём нормально покажем сейчас снимем ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй зацените пацаны это что такое губа очень мягкая а это значит что ну это значит он должен качнуть хорошо по идее да так вот он выглядит у нас оранжевая строчка двойная идёт на феникс блэк бас так красиво стильно всё написано колпак не прогинается очень жёсткий колпак прям вообще зацените просто магнит охлаждающая система так сказать да ну поправьте меня в комментариях я не супер прям обзорщик я вам всё вот это показываю мне вот это понравилось ещё вот летая корзина да и вот посмотрите ещё вот это дополнительное кольцо прижимное подводящие вшиты так катушки 2 плюс 2 цена 10 490 вот официальный сайт здесь и собственно и заказали номинальная мощность 700 3 дюйма катушка вот мне что понравилось 3 дюймовая так что я думаю нормально за эту цену просто тяжело что-то найти хорошее вот собственно все установочные размеры всё есть так ну получается его можно в 1 Ом подключить ну и наш моноблок как раз в 1 Ом даст 900 ну в общем его номинал сейчас подключим блин какой он прям я могу сказать сексуально оранжевая корзина я не знаю я не знаю как на видео передаётся но в реале очень ярко прям он выглядит блин ну шикарный вот это очень интересная вещь конечно прям пушка вот это кольцо прижимное дополнительно это офигенно вообще и пацаны для сравнения да вам это ни в коем случае там я не говорю что-то лучше что-то хуже это вообще разные ценовые категории это по-моему 6 стоил этот вот 10 тысяч но этот и помощней ну вот просто как бы мы уже откайфовались да надо помощней что-то хочется вот здесь вот прям офигенно конечно пацаны вот смотрите прям всё прикручено всё чётко вот здесь ещё он внутри если видно вам надеюсь он тоже на болтах всё дополнительно катушку надо вот прям аж вовнутрь вот её видно там так подсветочка пошла ну я думаю видно да вон она катушечка в общем интересный сап интересно так собран в общем ну сейчас попробуем там кстати ещё сап был но он по-моему послабее с подсветкой типа там дель будет подсвечена ну блин такой губасый что-то там закос под сандаль да пацаны интересненько посмотрим сейчас пацаны приколите такую вот тему дома у себя поставить офигеть как это вот сейчас еле-еле играет ё-моё 27 герц да у нас ещё короб удачно собран ветра дуй пацаны блин ну это 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 чё-то жестковато реально она тяжёлая так ну давайте увеличим чуть-чуть блин ну он явно жёстче чем был офигеть там чё-то ураган о о а ну тест о 29 вот оно пошло ну это жёстко короче короче гейн 12 на выносном регуляторе а на моноблоке по-моему там тоже 12 часов в 1 ом но он сейчас еле двигается на 33 но гул стоит я не знаю 35 поменялось офигеть вот это дур ну по-моему до 40 до 41 по-моему он дальше 42 есть блин уже земля рядом трясется пацаны сейчас зайдем в гараж офигеть тут гул стоит это блин это чё за жёсткая тема пацаны ё-моё он ещё в машине даже не не бывало да там блин а вот здесь стою земля трясётся нет тут нет вот тут прям гул жёсткий блин я не знаю как вам это передать рядом вообще 42 герца жёстко 42 больше нет так в общем гейн сейчас вам покажу на выносном регуляторе вот даже не 12 11 в машине гул стоит блин офигеть он мощный это остановись так нельзя делать вот гейн первый тоже на 11 получается вот блин я не знаю как вам показать короче от тюльпанов вот он первый так ну давайте сейчас ещё раз прогоним блин ой 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 жестко на 40 на 42 не очень но это и понятно так давайте сейчас скатим его офигеть ветродуй какой-то блин это нормально вообще дель у вас всё там хорошо и зачем так жестко делать можно здесь флаг было бы 29 короче 29 он играет жесть я представляю как он в 4 будет интересно играть 28 27 пошло 26 у меня камера не успевает это контролировать всё 25 24 23 22 21 20 офигеть 19 по-моему он всё еле-еле двигается на 16 короче вот его чистота вот реально 26 вот начинается какой-то расколбас жесткий и вот 28 29 вот 28 29 это вот прям то что надо короче прикольно сейчас закидываем в общем весту ну и покажу как что будет шатать в седане ну прикольная тема так пацаны выехали зацените 28 настройка ё-моё вы чё пацаны подожди офигеть я в проёме стою вот вот сейчас закрываю пацаны я не знаю это жёстко ну для седана это нормально сейчас чисто на лайте так смотрите я сейчас в проём становлюсь 28 тут короче сейчас если дальше крутить уже ничего не происходит вы посмотрите футболка двигается и джинсы тоже чуть-чуть офигеть вот тут даже может даже ветерок словить можно короче стойка гуляет вот здесь вот прям становишься смотрите короче ветерочек есть багажник вообще ну так ходит слегка ну конечно бодрые но моноблока теперь не хватает пацаны так давайте песенку какую-нибудь врубим я не знаю какую песню врубить внутри гул жёсткий так у нас на блютузе я сейчас так а тут у нас магнитола у нас кстати стрит аудио головное устройство 22 сделаем больше не будем делать он холодный мы уже протестили блин это вообще-то такой насос пацаны блин ну жестковато конечно блин прикольный прикольно сейчас так сядем закрытой дверью протестим я не знаю как там на камере будет где-то стойка короче 14 вольт показывать блин уже 36 давит на уши сильно ну 40 смысла нету так сейчас надо блин ну не греется 100% вот я вам говорю от такого моноблока вообще ничего не греется все прям четко сейчас какую-нибудь песенку включим послушать ну внутри приятно находиться блин 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 бомбовый он вообще прям за эти деньги пацаны за десятку реально он прикольный блин 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 вот она вот она вот она пошла пацаны уху с кайфом у меня жинцы ходят вот это нормально ну я думаю по хану нормально по хану хватит закрываем Ничего не происходит, спойлер дрожит, и полка чуть гуляет. Ну, чисто своей жизнью живет пакет. Он даже на ход толком не выходит. Мало ему мощности, ему надо побольше. Теперь ему надо муник полтора килла где-то. Он кое-как выходит, еле-еле-еле. В общем, по итогу, лично мой вердикт, я не говорю, что я профессионал, за 10 тысяч рублей, я считаю, это один из лучших сабвуферов. Я не буду говорить, что он самый лучший, потому что я остальные не пробовал. Но после того динамик стоит с номиналом 500, здесь 700. И на том было, по-моему, 2 дюйма катушка. Здесь же, ну, вы видите, то, что вообще, ну, офигенский саб. Отзывы у него превосходные. Вот, если его еще в домашку поставить, в домашке, просто, я не знаю, там, разрыв мозга будет. Блин, извините еще раз, конечно, за эти бутылочки. Вот. Отлично получилась у нас компоновка. Теперь надо муник менять. Реально, это, блин, это боль, короче. Слушали где-то минут 15-20. Вообще не теплый. Мне показалось, что он теплый был. Нет, вообще. Ну, может быть, еле-еле и то вообще. Короче, четко. Отличный саб за 10 тысяч рублей. В общем, ну, как-то так получилось. А вы пишите в комментариях, как вообще обзорчик. В общем, показал все как мог. Может, возможно, у кого-то есть такой саб более от мощного моноблока. Напишите мне, как играет или скиньте видео. Я тоже поценил бы. Поэтому такая вот рубрика у нас. Будем показывать сабы. Ну, и вообще все, что происходит с Вестой. Ну, тест. Ну, тест и показал вам, как есть, пацаны. Честный тест. В общем, как-то так. В комментариях пишем, поддерживаем, пацаны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!